Свою работу в утренний час пик проверяющие начинают в поселке Управленческий Красноглинского района. Отсюда поступает значительное количество жалоб, в том числе на регулярность работы автобусных маршрутов и их перезагруженность. Здесь начинает свое движение 50-й автобус, один из самых популярных маршрутов в Самаре. Большинство пассажиров в масках, остальные надевают их после замечания. Как отмечают в департаменте транспорта, тех, кто отказывается соблюдать масочный режим, в этот раз не обнаружили. Но рейды проходят регулярно, и протоколы все же приходится составлять. Если говорить о нарушении режима ношения масок, то у нас за январь месяц этого года прошло более 100 таких рейдов. 52 протокола составлено, более 300 человек высажены из транспорта. Выездная комиссия оценивает, регулярно ли ходят автобусы, насколько заполнен салон, а также добросовестность работы кондуктора и все ли оплачивают проезд. От количества безбилетников зависит интервал движения транспорта. Перевозчик учитывает пассажиропоток, исходя из того, как оплачивает проезд пассажира. Сколько пассажиров? Если кто-то экономит, либо кому-то наш сотрудник, кондуктор предлагает проехать со скидкой, не брать билет, соответственно, да, мы не видим всего количества пассажиров. Сегодня мы экономим на проезде, а завтра автобус может не приехать на линию. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, оденьте маски. Проверка масочного режима. Проверки прошли не только в автобусах, но также в троллейбусах и трамваях. Оценки пассажиров работы транспорта зачастую противоположны. Я говорю о том, что очень большие интервалы между автобусами. Отчасти это обусловлено пробками большими, я не спорю. А чем еще обусловлено, я не знаю, может быть, малым количеством автобуса. Не скажу вам. Вообще, сейчас, мне кажется, транспорт общественный стал лучше ходить. То есть, чем раньше, как-то и больше соблюдать интервалы. И очень нравится, что можно в интернете посмотреть, через сколько будет транспорт ходить. Проверять соблюдение расписания и наличие на маршруте необходимого количества транспорта будут и в дальнейшем. Все отклонения от нормальной работы фиксируются и направляются перевозчику. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.